Добрый день, дорогие друзья! Вчера некоторые СМИ опубликовали довольно интересную информацию. Приднестровье может 28 февраля попроситься в состав Российской Федерации. Дело в том, что в этот день в Террасполе планируется проведение съезда депутатов всех уровней. И на собрании должна быть озвучена просьба от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра, принять Приднестровье в состав Российской Федерации. И якобы после этого, а именно на следующий день, 29 февраля, об этой просьбе объявит президент России Владимир Путин. И сделает он это в своем обращении к Федеральному Собранию, которое в свою очередь в ускоренном порядке примет решение удовлетворить поступившую просьбу. И вроде бы есть данные, что такая команда поступила именно из Москвы. При этом посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Роговей на днях ездил в Кишинев и там заявил, что Киев будет решительно реагировать на любые провокации, направленные как на втягивание Приднестровского региона в войну России против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом. Ну что же, друзья, до обозначенной даты осталось совсем немного времени. Так что нам остается только ждать и наблюдать, как дальше будут развиваться события. И если это все окажется правдой, тогда мы поймем, почему вчера Дмитрий Медведев сделал своим журналистам вот такое заявление. Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш российский русский город. Мы, конечно, уже привыкли к подобным заявлениям Медведева. Я лично называю это «зарисовки для бедных». И поэтому я по поводу вот такого заявления скажу коротко. Поживем – увидим. Ну а теперь давайте перейдем к еще одной важной новости. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона анонсировал на 25 февраля большую конференцию по вопросам будущего пути Украины. В этой конференции примут участие все топ-спикеры от власти. Военно-политическое руководство, премьер-министр, председатель Верховной Рады, СБУ, ГУР, будет также первой леди и будут представители Офиса Президента. Как сказал пресс-секретарь Зеленского, это будет честный разговор о нашем пути дальше. То есть нашем пути в 2024 году. Он сообщил, что мы будем говорить о разных аспектах будущего Украины, в том числе о будущем армии и ее развитии, о внедрении современных технологий, о нашей интеграции в ЕС и НАТО. И о том, что в этом плане уже сделано. А также будем говорить о гарантиях безопасности. И потом уже по результатам этой конференции президент Украины возьмет слово и проведет свою пресс-конференцию. И также он ответит на основные вопросы. Понятно, что уже прошло два года войны, и народ хочет услышать президента, куда мы движемся, и какие у нашей страны планы на будущее. Уже ни для кого не является секретом то, что у нашего общества накопилась усталость от войны. И к тому же стало понятно, что у военно-политического руководства страны плана Б нет. Почему я так говорю? Потому что вчера президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту издания Fox News. Всех деталей интервью еще нет. Но известно, что президент отказался обсуждать план Б для наших войск. Под планом Б подразумеваются переговоры. Известно, что он сказал о том, что американская помощь является критичной. По мнению Зеленского, если помощь будет достаточной, то тогда Украина сможет отбросить войска Российской Федерации. В общем, как по мне, ничего нового он не сказал. А поэтому будем ждать, что нового президента расскажет нам на предстоящей пресс-конференции 25 февраля. Потому что нужно говорить открыто. Народ хочет услышать, какая в дальнейшем будет цель этой войны. Если мы и дальше будем говорить о победе, то, учитывая проблемы с вооружением от наших партнеров, мы должны понимать, каким путем мы будем добиваться этой победы. Я почему сказал об усталости наших людей от войны. Люди все чаще начинают задаваться вопросом, а что означает в сегодняшних реалиях война до победного конца. Если это по-прежнему граница 1991 года, то каким образом мы этого достигнем? И не только каким образом, но и какой ценой? Ведь все понимают, что мы несем значительные потери на этой ужасной войне. Я предвижу, что президент сейчас нам начнет рассказывать о том, что мы в любом случае должны победить врага. Скорее всего, нам и дальше будут рассказывать о том, что мы должны вернуть Крым и Донбасс. Я лично не против этого. Только мы должны понимать, кем и чем мы будем это отвоевывать. Ведь мы видим, какие проблемы у нас сейчас с мобилизацией и какие проблемы с доставкой вооружения. Я лично даже не хочу слышать о том, что в России скоро начнутся внутренние процессы, что там начнется гражданская война и Россия развалится. Потому что в это могут поверить только недалекие люди. Ну и секретарь СНБО Данилов, который нам про это все время рассказывает. Теперь смотрите. Главком Сырский недавно сделал заявление. Мы переходим к оборонительным действиям и нашей задачей будет максимальное истощение врага. Хорошо, я только за. Но у меня вопрос. А наши силы при этом истощаться не будут? А то получается, что мы врага истощаем, а сами при этом никаких потерь не несем? А если живая сила истощается как с одной, так и с другой стороны, то возникает вопрос. А у кого она истощится раньше? Это я к тому, что недавно, не помню какое зарубежное издание, написало о том, что Россия еще два года может воевать в таком режиме, не прибегая к общей мобилизации. Потому что там очередь стоит среди желающих подписать контракт. Ну потому что там по контракту деньги хорошие платят. В то время, как у нас сейчас большие проблемы с мобилизацией. Друзья, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мы должны бороться, чтобы выиграть мир. Войну нам выиграть будет очень тяжело. Потому что эта война разрушает Украину и убивает наших людей, которых мы уже никогда не вернем. Ну и также я не могу обойти внимание то заявление, которое вчера сделал глава фракции «Слуги народа» Давида Рахамия. В общем, Рахамия дал понять, что если достаточной помощи со стороны американских партнеров не будет, то нам придется увеличить количество мобилизированных. Хорошо, но вы мне объясните, как военнослужащий может заменить артиллерийское орудие? Получается, Рахамия думает точно так же, как и министр иностранных дел Кулеба. Если помощи не будет, то тогда берем лопаты и идем на врага. Короче, у нас был один военспец Кулеба, а теперь появился еще и Рахамия. Кстати, Залужный в свое время дал интервью СНН, где сказал, что мы должны изготавливать собственные орудия и снаряды, и воевать должны технологиями, а не людьми. А вообще, в нынешней ситуации нужен другой подход. Если у нас не хватает орудия и не хватает людей, то может нужно включать какие-то дипломатические рычаги? Возьмите тот же Израиль. Они воюют, но в то же время находятся в ежедневном переговорном процессе с Хамасом. Это я веду к тому, что надо искать какие-то точки соприкосновения. Кроме того, ну смотрите, хорошо, завтра нам дадут оружие, дадут боеприпасы и так далее. И на сколько его хватит? Ну пускай на пару месяцев. А дальше что? Опять пойдем с протянутой рукой? И опять будем просить оружие? Это я веду к тому, что постоянно ходить и выпрашивать оружие это не выход. Таким способом победить российскую армию просто нереально. Сегодня танки дала одна страна? Ой, спасибо. Завтра артиллерийские снаряды дала другая страна? Ой, молодцы. Через месяц все это использовали. И мы опять идем с протянутой рукой спасите, помогите. Военные, надеюсь, понимают, о чем я говорю. И я очень благодарен нашим военным за то, что они, несмотря ни на что, держат фронт ценой просто неимоверных усилий. Ну а теперь давайте послушаем, как Арахами рассуждают по поводу мобилизації. Є великий виклик, дуже великий виклик. З одного боку, суспільство не хочет вже мобилизації, ми це бачимо. Не хочет мобилизації. З іншого боку, в армії потребують мобилизації, бо є бригади, де рівень комплектування 40% кілом. Можно дивиться, можно расслабиться, помочь, стать популістом, сказать, нет мобилизації. Отдыхайте все. Допомагайте. Каву купив, 10 гривень задонатив, ти вже красавчик. Ти допоміг економіці і бійцам. Ну так же багато людей вважають, що вони вже все. Вони свій борг віддали Батьківщині. Але можна так догратися, що буде 20% комплектацій, і потім все, що зараз під Києвом, ви ж пам'ятаєте, у нас єдність з'явиться миттєво. Знову під Києвом війська, і знову єдність. Таке буде вже запізно. Тому зараз треба знайти цей баланс. Видите, Рахами вже розуміє, що обіця не хоче мобілізації. І от цього ми нікуди не днемся. Тому що в дійсності так воно і є. Хоча все прекрасно розуміє, що нашим военам требується ротация. Многі з них давно вже воюють, і їм потрібен віддіх. Але як не крути, ми опять переходимо к вопросу мобілізації. Ну, тому що для нашої армии це зараз действительно вопрос номер один. А поэтому давайте посмотрим вот это видео. Далі, відкриваємо цюю ротку. Далі, відкриваємо цюю ротку. Далі, відкриваємо цю ротку. От у нас так і виходить. Одних відмазують, а інших потім за руки і за ноги ТЦКшники витаскають з автобусів. Тільки от біда, народ вже починає не просто возбухати, народ вже починає проявляти агресію к сотрудникам ТЦК. відкриваємо цю ротку. відкриваємо цюю ротку. Мені в Телеграм збросили ще нескільки подобних роликів. Але їх я вложу вже в следующем выпускі. А на этом у мене на сьогодні пока все. Всем всего самого наилучшого. Берегите себя і своїх близьких. І до нових встреч!